Добрый день. Вы слышали, что в Нягоне проходит голосование по благоустройству? Да, слышал. Не хотите ли вы проголосовать за какой-то объект? Внешний облик города зависит напрямую от голоса каждого нягонца. В рейтинговом голосовании за объекты благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды нягонцы принимают активное участие. На выбор жителям представлены два объекта. Это первый этап строительства парка «Западный» и третий этап благоустройства сквера в пятом микрорайоне. Чтобы город развивался, хочется, чтобы было больше места для свободного передвижения, чтобы было свежо и просторно в нашем городе. Проголосовала за поселок «Западный». Потому что действительно, тот поселок, я не скажу, что он совсем заброшенный, но требуется. Все-таки там тоже и молодежь проживает, очень много деток. Потому что у меня даже у самой там живут подруги. Вот уже по двое, по трое внуков детских площадок, вот таких этих самых комплексов у них нет. Они все приезжают сюда к нам в выходные дни. А если у них все это выстроится, конечно, для них это будет удобно. Удобно будет для детей. Вот мы будем только рады. На благоустройство сквера в пятом микрорайоне заключен трехлетний контракт. Здесь уже организована дорожка с освещением в лесной зоне. Завершилось строительство детской и спортивной площадок. Они находятся рядом с многоквартирным домом. Третьим этапом будут благоустроены проезды, асфальтируют тротуары, обустроят стоянки для автомобилей. Общественная территория «Парк Западный» будет обустроена также детской и спортивной площадками, прогулочной и культурно-досуговыми зонами. Кроме того, на территории будущего парка планируются уникальные интерактивные арт-объекты. Мы работаем до 30 мая, активно работаем. В наши ряды можно присоединиться, потому что штаб волонтерский тоже работает по набору волонтеров. Если кто-то хочет поучаствовать по эту сторону проекта, не проголосовать, а прям попрашивать, то можно присоединиться к нам тоже. Информационная точка волонтеров находится в торговом развлекательном центре «Оазис Плаза» с 12 до 16 часов в будние дни. С 12 до 18 часов добровольцы дежурят там и выходные. В основном люди доброжелательно относятся к голосованию и активно участвуют. Особенно те микрорайоны участвуют, где проживают. Но которые не проживают, например, в этих территориях, те как-то относятся. Мы там не живем. Но хотелось бы, чтобы все голосовали, чтобы в Нягоне у нас было все хорошо и прекрасно, чисто. И можно было погулять с детьми и пожилым. Голосование по отбору общественных территорий в Югре продлится до 31 мая. Время для того, чтобы определиться с выбором, есть у каждого.